Пьёс! 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 Доброе утро, друзья! Давно я не снимала наши прогулки. Ну, как-то, я не знаю, не до того было слишком скользко, слишком много снега. Бэби, бэби, стой! Пропускаем доставщика на велосипеде. Очень сильно боюсь, когда проезжают велосипеды, самокаты, электровелосипеды. А она у меня без поводка, потому что... Ну, кто её знает, что у неё в голове? Вот рванёт под колёса, или этот доставщик испугается чего-то. Ох, грязища! Сегодня 8 марта. Я ради этого специально включилась на прогулки. Специально включилась ради этого дня с прогулки, чтобы с самого утра поздравить всех бабушек, мам, женщин, девушек, девочек, будущих женщин с женским праздником, с днём весны. Дорогие мои, желаю вам вечного весеннего цветения. Ну, не совсем такого, как сейчас, а просто у нас всегда этот праздник ассоциируется с мимозой, с нарциссами, тюльпанами. Вот и я желаю вам такого цветения. Цветите, будьте счастливы, красивы и, главное, здоровы. Пусть в вашей жизни будет как можно меньше неприятностей, как можно меньше различных потрясений. В общем, светите и пахните. Сегодня погода не особо. Снежок пошёл такой мелкий-мелкий-мелкий-мелкий. И я не взяла варежки. Вот сейчас держу телефон. Я чувствую, как у меня подмораживаются пальцы. Наверное, где-то примерно минус пять, минус шесть. Вот так вот сегодня. Ну, ничего страшного. Это не самое страшное, что может произойти в нашей жизни. Всё, друзья. Девушек я поздравила. Сейчас дойдём. Вот мы зимой всегда доходим до конца этой аллейки. Потом поворачиваем обратно. И ещё в парочку аллеек заходим. На этом наша зимняя весенняя прогулка заканчивается. Ну, потому что ещё гулять очень неудобно. Ей хочется вот на эти вот прогалинки зайти. Она туда никак зайти не решается. Хотя вполне может преодолеть все эти сугробы. Но вот такой характер у собаки. Даже несмотря на то, что она не на поводке, а вот она не хочет этого делать. Всё, друзья. До следующего включения. А пока мы гуляем. Мы уже с Беречкой вернулись домой. А я решила... А, ну, как-как... Я уже её искупала. Что-то там какие-то дела поделала. Позавтракала. То есть дел много. На завтрак, кстати, у меня вот такая вот была штукенция. У меня будет видео. Видео немножечко такое странноватое. Это просто творог и просто вишня с желатином на сахарозаменители. Сейчас хочу сходить в магазин, посмотреть, продают ли у нас агар-агар. И у меня осталась вот такая зелень. Здесь руккола и ради чего. Везде продают вот в таких этих контейнерах. Так как я в ближайшее время не планирую делать овсяно-блины, то я решила, что мне нужно израсходовать эту зелень. И вот такой большой салат у меня с двумя целями. Я вчера перед сном очень мучилась чувством вот этого, знаете, не голода, а когда охота жевать. Так как я приготовилась всё-таки к тому моменту, чтобы не потреблять всякие жевательные вещи. Ну, там печеньки и чипсы у меня вводятся. Кстати, у меня есть чипсы целых две упаковки. Но я как-то очень-очень редко могу прихотеть. Для меня самая пагуба это всякие булочки, печеньки. В общем, выпечка. Вот, выпечка это моё самое страшное дело. Поэтому я решила, что остатки этой зелени, два помидорчика, два огурчика, я израсходую вот на такой салат. Ничего здесь особенного. Его просто можно поставить в холодильник и откладывать себе понемножечку. У меня холодильник хорошо хранит температуру. Нужно, вот как видите, этой рукколи у меня уже почти неделя. Она даже слегка не завяла. То есть очень-очень свежая, как будто бы вот сегодня только купленная. Поэтому он у меня прекрасно будет стоять. И вот при таких позывах не голода, а вот именно что-то пожевать. Вполне можно пару ложек этого салата с крохотулечным кусочком чёрного хлеба. Вы видели, какой я хлеб себе покупаю. В этом салате нет ничего особенного. Бросайте туда всё, что есть у вас в холодильнике. Вот у меня была руккола, огурец, помидор. Сейчас хочу сходить в магазин. Что мне там надо купить? Молока у меня нету. Что-то ещё такого нету. И посмотрю, если будут по акции оливки или маслины. Куплю и сюда вот добавлю. Симис этого салата в заправке, конечно. Я делаю заправку банальнейшую. Вот я налила в баночку, у меня это был чай, земляничный чай. В баночку налила подсолнечное масло. Всё на ваше усмотрение, на ваш собственный вкус. Налила соевый соус. Примерно один к одному. И положу ложечку мёда. Мёд у меня засахаренный. Я его не буду рассахаривать. Потому что он мне как бы не нужен. А этой заправки мне хватит очень надолго. Размешиваем вот это. Это у нас основа этой заправки. Размешиваем до растворения мёда. А дальше пробуем на свой вкус. Можно добавить горчицу, можно добавить чеснок. Ну, естественно, соль, перец. Это я даже не упоминаю. Это все на своё усмотрение. А вот дополнительные ароматы на свой вкус. Лимонный сок, чеснок, горчица. Что у нас ещё? Ну, господи, бальзамический соус. Всё, что угодно, что вам понравится. И потом прямо вот так вот по ложечке этой заправки к травке и к овощам. Это будет очень-очень вкусно. Не вредно. И как любят многие блогеры писать, этот салат можно кушать даже ночью. Я бы не рекомендовала ничего ночью кушать. Я всё-таки верю тем диетологам, которые пишут, что после 11 вечера наш организм засыпает. Засыпают вместе с нашими другими органами, да, которые тоже уходят в спячку. И поздно съеденная еда откладывается в ненужные места, а не перерабатывается организмом в энергию. Ну, всё, пошла я в магазин. Вот такой, смотрите, чёрный страшный соус. Но его не будет видно. Мёд растворится. Я потом добавлю по своему вкусу. А может быть и ничего не буду добавлять. Может быть и так мне... Ну, соли я точно добавлять не буду. А вот лимонный сок, скорее всего, добавлю. Вот я глупая-глупая женщина. У меня же в холодильнике есть соус Наршарап. Но я добавлю вот этот вот. Написано, что он особо острый. Но, если честно, он не особо острый. Он приятно острый. Но, тем не менее, я добавлю всего лишь маленькую вот, маленькую капельку этого острого соуса для пикантности. И точно-точно добавлю лимонный сок для кислоты. Мне всё-таки не хватает какой-то вот такой кислотности. Не знаю, по поводу чеснока. Может быть, просто в салат выдавлю один зубчик для аромата. Ну, или пару зубчиков. Попробую в зависимости от вкуса. И сейчас схожу в магазин. Если будет по акции, ещё добавлю или маслины, или оливки. Думала, что какой-то сыр, ну, типа фитаксы, такой вот что-то, да. Ну, подумала, подумала, нет, не хочу я. У него всё-таки яркий своеобразный вкус. И, ну, добавлять лишней жирности тоже не хочу. Иду из магазина. И, представляете, чуть сама себе не испортила настроение. Как-то я иду, тихонечко, голова болит, потому что пытаюсь дышать так вот медленно. И, конечно, людей рассматриваю. Я обожаю рассматривать людей. И вдруг мне стукнуло в голову, что раньше, 8 марта, мужички бежали с цветочками домой. Я что-то так начала расстраиваться, вспоминая, как я тоже с работы проезжала мимо цветочного магазина. И там обязательно, ну, представляете, это вот в те ещё времена, там, ну, я не знаю, там, 90-е, 2000-е. И стояла очередь, в очереди сплошные мужчины. Это так было мило. И только уже подойдя к подъезду, я поняла, 8 марта теперь выходной день. И если мужчины бежали с цветочками, то они бежали вчера. А у меня настроение так и не исправляется, оно просто, я говорю, я умею сама себя убить чем-нибудь. Пошла я домой. Ну, всё, сходила я в магазинчик. Там я говорила, что сама себя расстроила. Ну, ничего, уже расстройством всё прошло, потому что у меня такой сюрприз, такой сюрприз. Сейчас доделаю салат. Лимончик в эту заправку выдавила. Не хватает мне кислоты. Хоть я и зарекалась, что я не буду кислое и острое какое-то время есть. Ну, не могу без кислоты. Я бы ещё выдавила. Вообще, надо было уксус добавить, а не маяться дурью с этим лимоном, да? Согласны со мной? Тем более, лимоны сейчас такие какие-то не кислые вообще. Не знаю, кто нам их привозит. Ну, более-менее. Так, заправочка готова. Закрываем холодильник, лимон в холодильник. И вот такие вот я купила оливки. Я не очень их уважаю. Они, как правило, ну, так себе. Иногда, правда, встречаются ничего приличные. Но главное, они не железобетонные. И, как правило, ну, в норме соль, уксус, вот эти вот все такие составляющие. А почему я эти купила? А они единственные были по акции. Остальные все без акций. Ну, собственно говоря, те, которые я хорошо знаю, они очень дорого стоят. А, оливки такие достаточно меленькие. Я, наверное, их даже и резать не буду. Вот так вот просто. Или все-таки порезать. Значит, я не знаю, какой-то у меня хочется скорее-скорее в комнату пойти распаковать мой сувенир. Сувенир, как всегда, из Сербии, от моей дочки. И сейчас пойдем любоваться. А я вот пока нарезаю, хочу еще раз, девчонки, поздравить вас с праздником. Потому что на улице утром я была такая, ну, как бы еще не проснувшаяся, да? И что хочу сказать в дополнение. Девчонки, берегите себя. Знаете, вот как бы там ни было, но как это повелось когда-то, что вот женщина – это настроение семьи. Оно так на самом деле есть. Если вы будете на себя обращать очень мало внимания, отдавать все свои силы окружающим вас людям, то потом, в конце концов, ну, не то, что вы будете не нужны, но вы станете как бы обузой для семьи. И вас будут любить, вас будут холить, будут лелеять. Но вот то осознание, собственное осознание, что ты, ну, как бы не то, что бесполезен, но в какой-то степени беспомощен, оно угнетает всегда женщину. Поэтому берегите себя, родные мои. Любите себя, заботьтесь о себе. Я не знаю, больше отдыхайте. Ну, нельзя сказать, меньше работайте. Но я имею в виду, не надо ничего делать через силу. Все делайте в удовольствие. Любите, любите, любите себя. Будьте здоровы. Ну, что же, вот он мой сувенир. Конечно, я знаю, что там цветы. Моя дочка очень внимательный человек. Она при любой возможности, несмотря на то, что находится за границей, присылает мне знаки внимания. Я очень надеюсь, что озон ее не подвел. Букетик не заморозил, потому что у нас сегодня похолодание прямо на 8 марта. Сейчас попытаюсь аккуратнейшим образом вытащить. Вытащила. Вау! Вы посмотрите на эту роскошь. Ни один тюльпанчик не замерз. Это тюльпаны. Вот эти вот... Я забыла, как называют. Ну, те, которые распускаются как... Нет, не георгины. Как пионы. Вспомнила. Может быть, это тоже называется пионообразные. Или я выдумала такое название. Спасибо, доченька. Спасибо, любимая моя. Сереже, спасибо. Ксюшенька, спасибо огромное. Я вас очень люблю. Спасибо, друзья. Вот так вот. Господи, я уже и детям своим сказала, друзья. Ну, что делать? У меня уже язык, когда у меня видео включается, у меня все становятся друзьями. Как вам букет? Красивый? Очень красивый. Очень-очень красивый. И они пахнут. И они пахнут не тюльпанами. Обалдеть. Может быть, ароматизатор какой-нибудь добавляют. Ну, очень такой нежный-нежный запах. Все, друзья, еще раз вас с праздником, милые дамы. Будьте красивы, будьте здоровы, любите себя. Пока-пока. Пока-пока.